Огромная история строительной отрасли в Саратовской области, традиции. Но, как вы понимаете, если мы эти традиции не будем поддерживать, если мы не будем с вами технологии развивать, далеко на этом не уедешь. И чем отличалась именно наша саратовская строительная отрасль и строиндустрия, и предприятий строиндустрии, то, что мы всегда совершенствовали и были на несколько шагов вперед от тех, кто с нами конкурирует, в хорошем смысле слова, работая в других регионах. Мы смотрели, как работает Белгород, мы смотрели, как работает Москва, мы смотрели, как работает Татарстан, перенимали новые технологии там, где наши технологии не смогли конкурировать. И вот эта тяга к новому, эта тяга к использованию всего эффективного, она давала нам преимущество. Увы, должен признать, что на сегодняшний день мы свои преимущества отчасти утратили. Побывав недавно в Пензе, могу вам сказать, нам должно быть стыдно. Стыдно за то, что мы сегодня не имеем тех технологий, которые имеют наши соседи в домостроении, в первую очередь, в панельно-каркасном. Стыдно, потому что застройщики, работая рядом с нами, имея где-то меньше финансовых ресурсов, сегодня уже вышли на новые стандарты. И если в Саратове дома строятся в чистом поле, это можно было делать во времена, когда использовались другие подходы, но даже тогда этого себе не позволяли делать. А сегодня мы сталкиваемся с тем, что в Солнечном-2 построили огромный комплекс, без школы, поликлиники, в микрорайоне «Звезда», построили комплекс, который почти 10 лет застроен, и люди столкуются с проблемами садика, школы, отводя каждый день детей в другой микрорайон. Это время, это сложности, с которыми люди столкуются. Это микрорайон Ласточкино, когда построили дома, но при этом забыли построить дороги, забыли благоустроить территорию. Это Энгельс, Приволжская, это район САЗа, Авиатор. Уважаемые коллеги, так нельзя. Так нельзя, потому что мы с вами, во-первых, ответственны за то, что наше старшее поколение нам оставило, и необходимо быть достойными, сделаны с другой стороны, и самое главное, мы не имеем права так относиться к людям. И вот об этом хочется поговорить. Да, конечно, это новые стандарты, да, конечно, это другая совершенно организация работы. Ну, коллеги, если это давно уже делает Москва или Белгород, или Казань, а сейчас уже на протяжении нескольких лет делает та же Пенза, у них получается, значит, у нас точно должно получиться. В Пензе, в городе Спутник, 50% стоимости школ, садиков оплачивают застройщики. В Пензе, микрорайон, который построен в центральной части, достраивается дома, и в этом микрорайоне будет жить 8 тысяч человек, полностью благоустройство, общественное пространство, застройщики реализуют. И они, правильно говоря, если раньше наши квартиры продавались хуже, сегодня, когда мы развиваем общественное пространство, благоустраиваем дворовые территории, создавая там возможность отдыхать детям, старшему поколению, заниматься спортом, у нас продажи выросли на 40%. При этом мы не оставляем эти объекты, а дальше занимаемся их эксплуатацией. Вот эти новые подходы было бы правильно и нам с вами принимать. Но при этом они подчеркивают, что землю покупают на аукционах, на торгах, нет посредников. То, что процветает у нас в Саратове и рядах других городов. Это, безусловно, увеличивает стоимость уже самих жилых домов, объектов, соцсферы. Потому что тот, кто стоит между первым собственником земельного участка и дальше уже тем, кто застраивает, он забирает ту часть прибыли, которую строитель мог бы направить как раз на благоустройство дворовых территорий. И это, конечно, укор. И, если хотите, оценка негативная тех, кто занимается решением вопросов развития города Саратов, других городов Саратовской области, принимает генеральные планы, решает вопросы отвода земельных участков, подходы, которые губительны, должны уйти в прошлое, от них необходимо отказаться. И необходимо пересмотреть свои отношения. Потому что мы с вами видим, когда за копейки были проданы огромные земли враним нехиномана, буквально 2 миллиона городская казна получила, а в тот период времени та же Пенза, продавая землю под застройки, получила бюджет более миллиарда. А у нас за этот год около 40 миллионов. Вот вам ответы на многие вопросы. Земельные участки должны быть доступны, они должны через конкурс продаваться тем, кто представит лучший проект и даст лучшую стоимость. И за этим необходимо следить тем, кому положено. А об этом тоже хочется сказать. Посмотрите, с чем мы столкнулись. Огромное количество обманутых дольщиков. Как вы думаете, сколько таких домов оказалось? Мы вот с губернатором начали изучать вопрос и приступили к решению этой проблемы 2 года назад. В начале думали, что 15, затем думали 20 небольшим. А оказалось 73 дома. 73. Вот за 2 года 20 сдали. В этом году губернатор планирует 12 сдать. Но у нас с вами останется еще 41. А это люди, это тысячи людей, тысячи семей, которые в кабалу вынуждены были фактически залезть для того, чтобы сегодня, с одной стороны, расплачивать с ипотекой, с долгами, ждать, когда появится у них квартира. С другой стороны, это затраты для бюджета, затраты для города. Потому что у нас с вами порядка около 15 миллиардов потребуется для того, чтобы эти дома построились. Инвестплощадки. Вдумайтесь, к чему привели такие подходы и решения. С одной стороны, говорят, это выбор человека. Да, это выбор человека. Но это бесконтрольность, это отсутствие системной работы со стороны органов власти привелика. Человек выбрал. Но те, кто отводил участки, по 16 площадок выделяют тем организациям, которые за душой ничего не имели. У которых нет опыта строительства, у которых нет оборотных средств. Фактически людей отправляли на заключение договора проходимцами в отрасли. Вот этого нельзя допускать. И власть за это ответственна. И сегодня мы столкнулись с тем, что она вынуждена будет решать проблему, отвлекаясь и сама, и средством на решение вопроса, которые можно было не допускать. Да, это все идет корнями на десятки фактически лет. Но даже за последние 10 лет у нас с вами появились новые долгострои. И в основе они, конечно, лежат из-за того, что в городе Саратове подходы совершенно неправильно использовались в этой сфере. Когда через арендные отношения позволяли уходить от платежей, когда через вот эти серые схемы создавали фактически большую проблему. Они не дорабатывают правоохранительные органы, потому что никто не отменял контроль и надзор в этой сфере. И что самое печальное, у нас само профессиональное сообщество, а вы здесь все присутствуете, оказалось в стороне. Более того, где-то потворствовало. Две саморегулированные организации в строительной сфере собрали за стройщиков порядка 2,5 миллиарда. Где эти деньги? Они были на счетах саморегулированных организаций. Где эти 2,5 миллиарда? Мы их могли сейчас взять и отправить на достройку домов обманутых дончиков. Их нет, потому что руководство саморегулированной организации и правление саморегулированных организаций, а в него входят все уважаемые люди в строительную отрасль. И именно они выбирали тех, кто принимал решение, оказались на счетах проблемных банков и с этими банками исчезли эти деньги. Но никто не подумал, что можно разместить эти средства в Бербанке, банке ВТБ, Ростерковьбанке, там, где есть государственный контроль. А выбрали те банки, которые никто не знает, если сейчас вам называть. Совершенно очевидно, средства, собранные со всех застройщиков, уплыли. Средства, которые собирали застройщики с дольщиков, испарились. Вот до сегодняшнего дня, к стыду наших правоохранительных органов, контроль над зоной, эти средства не возвращены. Так же, как не возвращены средства дольщиков, потому что деньги собрали со всех, а пустыри сплошные. Куда тогда средства-то ушли? Да, коллеги, этот разговор, наверное, не для праздника. Но чтобы у нас следующие праздники были праздником, чтобы у нас отрасль с вами развивалась, чтобы у нас зарплата с вами росла, чтобы у нас с вами микрорайоны были микрорайонами, а не домами на пустырях. Этот разговор необходим. Поэтому, извините меня, вы знаете, отношение к вам, отношение к строителям, отношение к этой сфере. И думаю, что согласитесь, мы не можем себе позволить, чтобы из-за неэффективного управления, из-за корысти, огромное количество людей страдало. При этом, как вы понимаете, это не вина конечника, это не вина штукатуры, маляра. Это не вина тех, кто на стройке с утра до ночи при нашей погоде от плюс до минус 30, а то и больше трудится. Это вина тех, кто управляет. Управляет в этой сфере, является собственником. Те, кто на уровне города принимают решения, это вина управленцев и вина представителей классных структур, которые допустили это.